Долго мы так не проплывем. Самая опасная рыба. Есть только 30 минут, чтобы ввести противоядие. Что-то между рыбой и мясом. Вкусно. Печенка должна быть хорошая. Музыка. 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 Джунгли. когда ты впервые попадаешь в лес амазонки первое чувство это опасность мой гид предупреждает все что вы видите вокруг может вас убить что-то марио внимательно посмотрел в ту сторону меня зовут марио мне 43 года я из смешанной семьи бразильцев и перуанцев выжить в джунглях меня научил мой дедушка он был охотником выживать в джунглях амазонки неподготовленному человеку очень сложно я всю жизнь провел в сельве и периодически тренирую себя походом в лес на пару дней с ночевкой самое опасное это змеи они хорошо маскируются среди листвы нужно внимательно смотреть под ноги и куда вы наступаете да вот это ядовито он сказал ближе не подходит змея которую мы сейчас встретили смертельно опасно летальный исход наступает через шесть часов и есть только 30 минут чтобы ввести противоядие какой прекрасный паучок укус этого паука вызывает у человека спазм горла вы можете просто задохнуться в этом лесу обитает самая смертоносная лягушка ее называют ужасный листолаз размером она всего пару сантиметров в длину на ее коже сильный яд батрахотоксин концентрации которого хватит чтобы убить 10 взрослых мужчин если бы я случайно прикоснулся к ней смерть в страшных муках мне было бы гарантировано противоядия нет когда дедушка возвращался с охоты он собирал всех детей и рассказывал что с ним произошло за несколько дней пребывания в сельве это было что-то вроде новостей для нас тогда больше всего я запомнил историю что в джунглях есть свой домовой которого зовут кура пира этот домовой бережет джунгли поэтому важно заходить в лес с хорошей энергетикой каждый мой шаг по ковру и запавшие листвы увеличивает шанс наступить на змею солнечные лучи с трудом проникают через плотные заросли а потому заметить змею под ногами крайне сложно вот буквально мы прошли каких-то 300 метров по сельве и уже чуть не наступили на вот эту змею марио говоришь змея называется охотница и она пошла с твоей друге но пацана вдумайтесь половина всего разнообразия форм жизни нашей планеты живет в бассейне амазонки половина такого разнообразия форм жизни как здесь нет больше нигде в мире леса амазонки вполне можно назвать древом жизни здесь животных больше 120 видов более 800 видов птиц но увидеть все разнообразие за один поход в лес будет сложно дедушка научил марио никогда не брать с собой воду в джунгли потому что в джунглях все есть том числе и вода просто нужно знать где искать а а а а а а а а а мое знакомство с амазонкой началось с перелета из богаты это столица колумбии в самую южную ее часть город летисия как только я вышел с самолета первое что меня впечатлило это воздух как будто парная баня плюс 40 очень влажно и никакого ветра а а а мазонас gracias gracias летисия ворота колумбии в амазонку я в самом центре амазонии действительно уникальное место вот здесь я стою в колумбии а вот за этим кругом это все уже бразилия здесь город летисия буквально на этой же улице но там дальше бразильский город табатинга а за рекой на том берегу уже перу вот все эти три страны они вот здесь сходятся в одной точке почти каждый житель района в сельве передвигается на двухколесном транспорте мотоциклы мопеды моторикши все жужжит как улей извергая в атмосферу бензиновый смрад от которого с непривычки и дикой жары болит голова и тошнит а об электротранспорте здесь похоже никто не слышал путешествие в джунгли начинается с закупок всего необходимого для трехдневной ночевки в сельве именно столько длилась моя экспедиция местная чудо мазь на все случаи жизни каннабис плюс кока если у вас что-то болит вот решение даже если ничего не болит тоже решение в местных магазинчиках я приобрел налобный фонарик портативный вентилятор ну чтобы хоть как-то пережить жару и много крема как от загара так и против москитов с виду достаточно стройные фасады но только отходишь куда-то в сторону начинаются такие вот малопривлекательные заборы тут нужно аккуратно со съемками прежде чем начинать снимать нужно обязательно поздороваться выразить свое дружелюбие и собственно срисовать обратную связь начинается другая жизнь других людей опа я дата перу это маленький такой совет всем кто отправляется в какие-то не самые такие скажем стабильные места сначала прежде чем что-то сделать подумайте об этом и срисуйте обратную связь срисуйте 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 мое бабушка и дедушка приехали сюда совсем молодыми в 1927 году в поисках белого золота так называли тогда здесь каучук когда они поженились бабушке было 13 дедушке 15 они работали на плантациях по добыче каучука и моя мама родилась в джунглях срисуйте на цель камугу дядя каучук здесь ее называют камугу такая бульон сварить курица да марио понравилось что я делаю фильм о джунглях и он предложил выйти с ним на ночную охоту на кайманове как правило кайман прячется в заводях ближе к берегу и из воды показывает только глаза когда на них попадает луч фонаря заметен отблеск так хищника замечает наш охотник это один из четырех видов кайманов которые водятся в амазонке этих кайманов называют белыми или палосояс белый кайман очень агрессивный когда он нападает на свою жертву то мертвой хваткой тащит под воду и не отпускает пока добыча не задохнется но кайман не может есть под водой если откроет пасть то захлебнется кайманы отличаются от крокодилов тем что почти незаметны в воде но в отличие от аллигаторов беспомощны на суше впрочем там их редко можно встретить стихия каймана водоемы взрослые особи достигают длины 3-3 с половиной метра это животное будет жить примерно 80 90 лет под водой кайман видит через защитную пленку на глазе что-то вроде как маску аквалангиста местные племена индейцев используют каймана в пищу как деликатес но ловят для этих целей только белого каймана считается что у него вкуснее мясо чем у черного представьте это ему всего лишь один год это уже такая ящерица приличная представьте какой-то мощнейший рептилия машина просто убийца когда она подрастет вот держу эту маленькую опыт по сути ребенка и испытываю некий трепет его силе и мощности я это черный кайман это такой может и куснуть но но масса кима сена каветта больше к голове больше к голове а вот это другой уже кайман черный кайман чувствуется что силы в нем больше сжимать его сложнее пришло время сна такая вот капсула обтянута сеткой противомоскитной чтобы никакие непрошенные гости ко мне в гости не пришли итак мы на берегу нет еще не амазонки обводного канала вокруг летисии и вот тут нужно немного пройти для того чтобы оказаться в порту одеваемся и отправляемся в путь впереди у нас амазония и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Когда ты впервые видишь Амазонку, впечатление, что это море. Бескрайнее и при этом пресное. Глубина в некоторых местах достигает 100 метров. Полноводность реки такова, что за 30 секунд водоем может обеспечить абсолютно каждого жителя планеты одним литром пресной воды. Протяженность Амазонки около 7 тысяч километров. И здесь всего один мост. В сезон дождей Амазонка затопляет леса площадью, равная территории Англии. Так, кого вы там достали? Ого, сом! Ого, сомик! Вот, пожалуйста, можно посмотреть, какие сомы водятся в Амазонке. Причем, как сказал Марио, это еще такой, не самый большой. Но посмотрите, какой ширины у него пасть. История происхождения этого сома. Мы просто зацепили его нашей лодкой. Рыбка килограмм 70. Рыбка килограмм 70. Рыбка килограмм 70. А может он два слова рассказать, любят они эту рыбу, едят? А у вас это пешка? Да, это вкусно. Это очень вкусно. А теперь внимание, почему сом всплыл? Как, в принципе, он имел возможность столкнуться с нашей лодкой? Это донная рыба. Ответ у меня в руках. Вот это самая опасная рыба в местных водоемах, корнеро. Эта рыба пробирается во все живое, будь то человек, бык, рыба, не важно, крокодил. Вот эта рыбка была внутри сома. Когда мы его уже вытащили на наш катер, то она оказалась у него в голове. Просто прям в жабрах. То есть она еще в мозг не успела попасть, но уже была внутри сома. И он просто, видимо, сходил с ума и не мог найти себе места. Вот эта вот корнеро, такая маленькая рыбка, самая опасная в местных водоемах. Попасть на Амазонку было моей мечтой. Как же в ней не искупаться? Если вам и захочется искупаться в Амазонке, лучше делать это по центру реки. Вся живность, опасная для человека, водится в зарослях ближе к берегу. Наш гид Марио убедил меня в том, что кайманы днем спят, отдыхают, им жарко, всплывают максимум раз в полчаса набрать воздуха и уйти на дно. И что пираньи тоже не опасны. Действительно ли это так? Сейчас проверим. Когда мне было 11 лет, дедушка взял меня с собой в джунгли. Мы долго ходили по сельве и зашли очень глубоко в лес. Уже темнело, и дедушка сказал, что мы будем ночевать в лесу. Я помню, как сильно испугался от того, что придется провести ночь в диких джунглях. Но дедушка меня успокоил. Джунгли – это наш дом. Все звуки, которые ты слышишь вокруг, оберегают нас. Именно в эту ночь я начал уважать и ценить все то, что находится вокруг меня. В эту ночь я не смог уснуть. Был дождь, меня кусали москиты. Но именно тогда я понял, что джунгли приняли меня и отпустили. Я прошел испытания. А вода теплая. Кстати говоря, течение довольно сильное. Вода на вид спокойная, но довольно стремительная. Если не делать усилий, снесет назад. Теперь по поводу пираньи. Пираньи реагируют на кровь. Вот если бы я сейчас где-то поранился, то это стало бы просто приманкой для пираньи. Второе. Они опасны, когда нападают стаей. Поэтому, если бы я привлек одну пиранью, а вслед за ней появилось еще двадцать, вот тогда было бы весело. А так пока поплаваю. Ах, хорошо. Мы движемся дальше. Пересаживаемся вот с этого моторного катера на каноэ. Правда тоже моторизированные. Такой современный вариант. И уходим в плавни Амазонки. Туда, где просто вот такой катер не пройдет. Это другой мир. Вот где-то важны правила этикета. Здесь важны правила выживания. Потому что здесь могут быть кайманы, пираньи, дикие змеи. Все что угодно. Все то, с чем в привычной жизни я никогда не имел дело. Вода тут очень теплая. Первое впечатление, когда мы вошли в протоку, ведущую к месту моего будущего ночлега, это поразительные звуки. Целый оркестр поющих птиц. Растения непривычных форм и размеров, буйства зеленых красок. Ты как будто попал в кино. Мне это напомнило сериал «Наркоз». Все, что раньше видел на телеканале «Дискавери», ожило вокруг. Это просто офигеть. Какое-то сплошное футбольное поле прямо на воде. Первое, что нужно – определиться, чем можно питаться. Нужно внимательно смотреть, где на деревьях сидят обезьяны. Все, что они употребляют в пищу, можно есть и человеку. Организмы у нас очень похожи. Все, что будет падать света, где сидят обезьяны, эти семена можно есть или искать похожие рядом. Так, нашли какой-то фрукт. Что-то среднее между фруктами и помидорами. Каймана «Из него получится накормить около пяти человек. Из этой особи выйдет примерно 300 грамм мяса». «ВсерAL» «За пусть девушки так много» «город, я буду». «Всерал» 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 «напрola» «всерал» «напроле» «всерал» « Lara» «английский дифон». «напроле» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Прошел бы мимо 10 из 10, но Марио знает, где остановиться. Ориентироваться можно по солнцу. Сейчас закат, значит река в противоположной стороне. Самое важное здесь – это найти реку, где река там точно рано или поздно встретишь людей. Через час пути среди зарослей показалось место моей стоянки на ближайшие дни. Ну все не так плохо, как я думал. Такой вот некий амазонский оазис. Все строения тут возвышаются над землей на сваях. В сезон дождей уровень воды поднимается на 3-4 метра. Когда я сошел на берег, меня поразил фоновый шум леса. Мне казалось, что вся живность вокруг старается изо всех сил показать, кто здесь главный. Для понимания, насколько Колумбия еще не изведана, 48% территории страны занимают джунгли. И на все эти 48% считает полстраны всего два города. Один из них – Летисия, тот самый, откуда я уехал сюда. И это крайний населенный пункт. Дальше, на сотни километров, никаких сел, никаких городов, только живая природа. Где четко понимаешь, что здесь ты всего лишь... И еще одна маленькая букашка. Всего лишь гость вот в этом царстве, государстве по имени джунгли. Этот зеленый океан вырабатывает пятую часть всего кислорода земли. Увы, человек уничтожает амазонский лес, вырубая деревья и распахивая почву под сельхозугодия. Если он исчезнет, нам всем будет труднее дышать. Очень съедобные в джунглях – это термитники. Их легко найти на деревьях. Вполне даже съедобные термиты. Есть такой привкус еловый. Вот лист, который заменит вам туалетную бумагу. Это местный антисептик. Марио рассказывает, что нужно прислушиваться к звукам вокруг. Особенно опасен ягуар. Взрослые особи достигают веса 90 килограммов. Крупнее ягуаров только львы и тигры. Марио встретил ягуара в 2014-м в 10 метрах от себя. Тот момент он никогда не забудет. Если ягуар не чувствует угрозы, он старается уйти. Эти кошки опасны в период спаривания. Или если встретить самку с малышами. Как добычу ягуар не воспринимает человека. В еде он очень консервативен. Вот как правило, нарколаборатории устраивают в таких вот притоках Амазонки. В самом сердце джунглей. Объясняется это очень просто. Эти места крайне труднодоступные. Приплыть сюда можно только на подобном каное. Даже не на каком-то большом корабле-катере. Потому что эти притоки, они узкие. И вы сами видите, здесь все поросло травой. Тут везде какие-то коряги. Если, предположим, у тебя в джунглях такая вот лаборатория. И плыть к ней на таком вот каное два часа. То достаточно выставить пару наблюдательных пунктов. Чтобы иметь в запасе достаточно время. Отбить подобный интерес полицейских к своей лаборатории. Мы плывем в притоке Амазонки. До реки 6 километров. Это протока, где местные индейцы возят дрова и рыбу. Племя, которое здесь живет, называется Тикуна. Это проток Амазонки и их традиционное место рыбной ловли. Если улов большой, то излишки они отвозят на рынок ближайшего города Летисия. Мотор лодки называется Пеке-Пеке. Такие лодки здесь, как машина. Это основной транспорт передвижения. Все лодки изготовлены из деревьев, которые вы видите вокруг. Здесь реально дикая природа. Вот сейчас я сошел на берег. И вот почему это сделал? Там на ветке сидит ленивец. Ленивчик. Ленивчик присел. А как деревня называют? Чинерия. 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 Разрешил всем местным мужчинам иметь по две жены. Одни поддерживают эту идею, другие нет. Поддерживает только он, наверное. А, только он поддерживает. Ну вот послушали местных женщин, они как-то не очень рады такому решению. Мягко говоря. Чем зарабатывают местные жители? И кому ганна на ка-динеру? Агрикультура. Ловят рыбу и сажают, и потом продают на продажу овощи, фрукты. Вот это такой местный магазин. И вот девушка, которая, собственно, продавец в этом магазине. Вот те продукты, которые сюда доходят из Бразилии, из Колумбии. Здесь все привозное. Мало того, что амазонка, так еще и дорог нет к ближайшим городам. Только самолет. Поэтому цены выше средних. То есть, условно, все, что здесь вы видите, кроме овощей, дороже, чем в богате. Какой, скажем так, средний доход семьи? Вот разъемки. 400 долларов. Неплохо. Основной набор мы видим. Крупы, соль. Вот есть шампуни одноразовые. Чеснок, лук, спички, между прочим. Куда ж без них. Кайман из трех метров и мере. Вот это был трехметровый кайман. Гордость Вилсона. Посмотрите на эти зубы. И вам все станет ясно. Главарь будет два года здесь. Потом он должен поменяться. И когда он меняется, ему оставляют только одну жену. А, например, если у него две жены, то двух других забирает следующий. Ух ты, интересно. Вилсон, ты рискуешь? Ну или, опять же, с другой стороны, нужно держать рейтинг. Просто нужно быть популярным в своей деревне, чтобы тебя не сместили. Вилсон, ты рискуешь? Вот дерево, которое нужно выбирать для ночлега. Его называют Сейма Усама Ума. Если вы потерялись в джунглях, нужно искать именно это дерево. Потом соберите рядом с деревом как можно больше широких листьев. Выложите листву, как ограду, перед собой. Подойдите к дереву и палкой проверьте, нет ли в корнях живности. Потом выстелите себе подстилку из листвы. Плотные корни дерева будут защищать, как стены. Мало того, что мы защищены от животных, так же мы защищены от дождя. Крона дерева настолько огромна, что даже в тропический ливень вы не промокнете. Это дерево очень большое. Можно обойти его и искать разломы в корнях для укрытия нескольких путников. Я для тренировки самого себя хожу в джунгли на пару дней и сам ночую возле таких деревьев. Проверяю, как можно спать и чем питаться. Пожалуй, сегодня у нас самый оригинальный формат спецрубрики «Мужская кухня». Кайманы мы точно еще ни разу не готовили. Да и такого варианта приготовления рыбы тоже у нас еще не было. В банановом листе рыба получается действительно очень сочной и очень вкусной. Скажем, оригинальный способ приготовления индейцев. Сейчас вы все увидите. Это типичная амазонская еда местного племени текуна. Все, что вы не доели после ужина, можно завернуть обратно в листву. И хранить так несколько дней. Потом разогреть на костре, и ужин будет готов. Ну что, кайман готов. Рыба тоже. С рыбой более-менее понятно, а вот с каймана никогда не пробовал. Доготавливался кайман прямо на углях. Поэтому он просто раскаленный. Мясо довольно жесткое, это чувствуется. Такое эластичное. Ну вот он, кайман. Реально вкусный. Реально? Да. Что-то между рыбой и мясом. Кристина. Я не знаю. Офигенный. Идем? Да. Давайте. Не, но только если я оплату. Ну, да. Давай вот эти. Пойдемте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что я хочу сказать после трех дней в джунглях? Самое запоминающееся, я вот просто спросил себя, что было самое яркое. Так вот, самое, это, конечно же, ночь. Ночь в джунглях. Это просто неповторимое ощущение, когда ты просто натянутый, как струна. Ты чувствуешь каждый нерв, ты прислушиваешься к каждому шороху. Здесь же ты просто смотришь под ноги, чтобы на что-то или на кого-то не наступить. Ты смотришь вокруг, где-то вспоминаешь, что нельзя прикасаться к тому или иному растению, либо дереву, оно может быть отравленное или какое-то колючее, ядовитое. То есть это такая атмосфера неизвестности, опасности. Сейчас мы выключим фонарики и помолчим, чтобы послушать, как звучат джунгли ночью. Это другие ощущения. И второе такое ощущение, второй такой вывод, что вся эта опасность может быть не опасной. Когда ты смотришь на местных жителей, на босу ногу, ходящих по джунглям, ты понимаешь, что просто, наверное, мы чего-то не знаем, чего-то мы не умеем. На самом деле в джунглях легко, когда ты понимаешь правила поведения в джунглях, законы джунглей. И поэтому рекомендую каждому, это классный челлендж. Вот хотя бы ненадолго уйти от мирского, отключиться от телефона, а связь там просто не работает, переместиться вот в эту совершенно другую такую галактику, целую вселенную и попробовать себя, испытать себя в новом качестве, совершенно в других условиях. Поэтому вот джунгли, это действительно совершенно другой мир, совершенно другая планета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok